Здравствуйте! Вот вчера я записали мы с Россовым, и вчера же я и выложил, значит, видео, в котором Россов разбирает книгу «Маэстро» о том, что, значит, первая научная история войны 1812 года. Я эту книгу не читал, я это, кстати, сразу там и говорил. Жанр моих бесед с Россовым, он таков, что, значит, Россов в основном говорит, а я так иногда вставляю какие-то слова, в основном в конце, да, так посредине я его не перебиваю, у него такое вот красивое, на самом деле, выступление, доклад. Вот, ещё раз повторюсь, я не читал книгу Панасенкова, но я могу, в общем-то, вам рассказать свою точку зрения о войне 1912 года. А точка зрения моя основана вот на чём. Дело в том, что за пределами, скажем так, школьного курса, вот, мировую историю в институте мы как таковую не учили. В институте мы изучали, называлось, историю КПСС, это фактически история России, начиная с первого съезда партии РСДРП. Ну вот, ну и до того момента, как мы, значит, вот, до последнего съезда, на тот момент, да. Вот, но у нас была ещё одна наука, очень серьёзная, и она немножко необычная, история войны военного искусства. Вот про обычную историю говорят, история ничему не учит, или говорят так, история учит только тому, что она ничему не учит. Но на самом деле история войны военного искусства, она в принципе такова, что она учит, учит, как не надо было делать. Вот это не надо было делать, надо было сделать вот так. Вот в этом смысл военной истории, да. Нет смысла её изучать, просто вот там пошли, туда пришли, бум, пришли и проиграли. Нет, вот пришли, проиграли, а почему? А вот потому, а как надо было сделать, а стоило ли вообще ходить, а если было ходить, то вот так вот, вот, или там подождать каких-то сил, не вступать раньше времени в бой. Ну, короче говоря, вот так выглядит наша история. И при этом вся эта история разбиралась и попутно, факты, так сказать, ну, социальные вокруг, да. И причём это, курс у нас был, так сказать, несколько, так сказать, непубличный. И поэтому нас учили не так, как должно быть по линии партии, по идеологии, а так, как есть на самом деле. Понимаете, да? Ну, есть такие термины, например, спецпропаганда, да, понимаете, да? Вот она тоже в войне играет определённую роль. То есть вот идеология, вот чего не так сделали, почему проиграли, а вот как надо было сделать. Ну, и вот применить, ну, конечно, значительную часть занимали войны 20 века, особенно, значит, война Вторая мировая, Великая Отечественная, но и вот войны 12 года тоже, естественно, было уделено большое внимание. Значит, что я вам так расскажу, как есть, да? Вот у нас в обычной литературе, а я дитя, так сказать, которое выросло на рассказах про войну 12 года, которые, значит, формировались примерно к 150-летию этой войны. То есть 1962 год и позже. И вот как раз в 1962 году, где-то в сентябре или октябре, начались съёмки «Войны и мир», замечательной вот этой эпопеей. И, кстати, начали её, по-моему, со съёмок чуть не последней, предпоследней серии, да? «Расстрел поджигатель» – это одна из первых сцен была, да? Вот. Съёмок этого фильма, кстати говоря, как ни странно, да? Вот. Ну, так дело-то не в этом. Дело в том, что как нам рисуются, рисовалась эта война тогда? Ну, вот пришли французы, перешли они, значит, Неман и пошли, значит, на территорию Российской империи. И причём, значит, это я вам сейчас так говорю, Российская империя, но Россия. Хотя надо иметь в виду, что вот та территория, которая сейчас называется Беларусь, она была незадолго до этого присоединена. Это был очередной раздел Польши, и вот по этому очередной раздел Польши вот присоединили эту огромную территорию, в общем-то говоря. Эта территория не так давно поступила, значит, во владение нашего царя, новенькая она была. И вообще говоря, нам откровенно говоря, говорили, что до 1837 года война это называлась Вторая Польская кампания. Ну, другое дело, что ветераны этой войны, которые много писали мемуаров, да, действительно, мемуаров было тогда написано очень много, и нашими, значит, с нашей стороны. Конечно, это не крестьяне писали, не солдаты, а это, в общем-то говоря, образованный народ, то есть, варяне, офицеры. Значит, было много написано, и они называли это Отечественной войной. Ну, и так с 37-го года, 25-летия, как раз после смерти Пушкина это отмечалось, 25-летие в Отечественной войне, это уже стали называть Отечественной войной. Вот. И почему она называлась Вторая Польская кампания? Дело в том, что Наполеон, я затрудняюсь сказать, в чём его были, значит, инициативы. Насколько я помню, мне не объясняли, не доводили до меня, как говорят, не доводили до меня информацию о том, что Александр готовился к какой-то наступательной войне против Наполеона. Более того, те силы, которые находились на Западе, это было три группировки, так сказать, сил, они, ну, так сказать, такая вот завеса, да, завеса, в которую просто Наполеон должен был зацепиться, как, знаете, вот, что это напоминает? Знаете, такая бывает занавеска, висит из отдельных этих вот, таких вот ниточек, на которых висят какие-то, так сказать, бусинки, да, такие, вот, это вот такая была завеса. Она и не должна была вот остановить. Вот это огромная армия, с которой он двинулся, основной удар он наносил на Москву, три направления, так же, как у Гитлера. Ну, в отличие от Гитлера, он, значит, главное внимание уделял вот этому основному направлению, а те должны были просто сковать действия тех частей, которые там вот были, да, на тех направлениях, чтобы там не могла русская армия оголить эти направления и сконцентрироваться, да, чтобы там тоже было, то есть задержать, задержать, там тоже войска. Вот, и надо сказать, что Беларусь в том времени только-только, значит, вошла в состав. И Барклай-де-Толли, опытный вояка, скажем так, ну, так сказать, измевший шотландские корни, он ввёл в войну тактику выжженной земли, то есть использовал. То есть вот отступая, уничтожались склады, уничтожались деревни, уничтожались посевы, только чтобы вот французская армия не могла получить чего-то такое. Нужно сказать, что в тот момент на сторону нашего императора, то есть на сторону Александра Первого и Барклай-де-Толли, встали, как ни странно, вот те белорусские евреи. Вот они приняли его сторону, что было, в общем-то говоря, на первый взгляд, удивительным. Кто такой Наполеон, великий завоеватель, а тут... Они, тем не менее, встали, а оказывается, у них была некая такая аллергия на Наполеона, ну, некая такая аллергия, что можете найти этому подтверждение в, называется так, в еврейской энциклопедии. Там на любую тему, значит, то, что какое-то имеет отношение к еврейству. Вот там про Наполеона, там, значит, пишется, что вообще сначала к Наполеону отнеслись евреи, и французски очень даже положительно, потому что у него была такая вот политика, ну, скажем так, не вмешиваться в религиозные дела. Но потом он, как сказать, высказал явное пренебрежение однажды где-то в провинции евреями, и с тех пор, значит, ну, евреи поняли, что ему на нас наплевать, он нас не уважает, не ценит. Ну, и вот таким образом это всё вот как-то вот... Мировое еврейство оказалось не на стороне Наполеона на тот момент. Вот, и в частности, эти вот евреи, значит, отказывались снабжать армию Наполеона, продавать ей что-либо, поэтому Наполеон приходилось возить всё из Польши, и потому что всё было сожжено, и потому что евреи отказывались с ним торговать. Ну, и плюс они, так сказать, снабжали разведданными Барклайда Толли. Барклайда Толли им предлагал деньги, нет, нет, не надо, мы так. Мы за идею царь, потом отчеканили о них специальную монету, специальную не монету, специальную медаль вот для евреев, которые помогали русской армии. Там, надо сказать, были помещики в тех местах. Ну, вот современные белорусские источники говорят, что эти помещики были, так сказать, русские чиновники. То есть, это неправда. Фамилии этих помещиков все местные, это либо там какие-нибудь Разивилы, все вот эти вот польско-литовские такие вот помещики, белорусско-польско-литовские. Ну, в общем, очень важные, серьёзные люди, но местные. И вот там-то как раз и было вот это вот крепостное право. Современные, опять же, белорусские источники утверждают, что крепостное право стало жёстче, больше стали подати собирать. Ну, это я уж не знаю, наверное, виднее белорусским историкам современным, как там у них была Беларусь. Что-то такое вот конкретное я не вынес из этих вот деталей своего обучения. Но помню только, что да, вот тактика выжжена земли, и, соответственно, местное крестьянство давало шороху этим самым своим помещикам. Тут власть-то пала, ну, давай грабить. Грабь на грабленной, короче говоря, да. Ну, и в этом деле, я помню ещё в тех материалах, что ещё в 62-м году нам давали, была такая характерная картинка. Значит, французы подавляют вот неких крестьян. Там, правда, не писалось. Это Россия всё, да, всё это Россия была тогда для них. Белорусских, наверное, крестьян. И, значит, расстреливают этих бунтовщиков. И вот, значит, французский офицер на стороне местного какого-то помещика. Да, вот. Ну, видимо, это было на тех территориях. Нужно сказать, что русская армия, она встретилась с самого начала не только с серьёзным противником, но и с полной дезорганизацией внутри, дезорганизацией управления. Вот это, так сказать, местничество, вот кто кого главнее. Вот Барклай, постоянная была вот вплоть до Бородина, ну, вплоть до самого конца командования Барклай-де-Толли, была склока между Барклайем и Багратионом. Багратион не выносил, не терпел. Они одним приказом получили, значит, стали генералами. И в этом приказе они были расположены по алфавиту. Значит, Багратион раньше, чем Барклай. Значит, я главнее, почему я подчиняюсь Барклаю. Ах! Канг-князь! Понятно. Князь Багратион, да ещё царских кровей Багратиони. Ну да, ну да. Ну, короче говоря, вот это вот очень мешало. И, наверное, если бы не вот эта вот помеха, то, возможно, отступление бы проходило более организованно. И, возможно, не было бы такой несчастной обороны Смоленска. Смоленск всё-таки пал, в том числе из-за ошибок, которые были при обороне допущены. Ошибки были. Ну и потом Верховное командование решило убрать Барклая-де-Толли, потому что это вызывало постоянное раздражение. В частности, Багратиона. Находили всякие слухи. Ну, как всегда, вот это вот немцы, они всё против нас вот хотят. Вот Барклай, он заодно с Наполеоном. Ну, понимаете. Да, его заменили Кутузовым, который всех устраивал, но он был стар и, скорее, был символом всего лишь навсего, а не таким бодрым командующим. Нужно сказать, что ещё в самом начале войны Барклай организовал так называемое партизанское движение. Ну, мы привыкли, кто такие партизаны, это вот местные жители, которые взялись за оружие. Это не совсем так. Вот этот вот партизан в нашей армии придумал, знаете кто, Бенкендорф. Да. Бенкендорф их придумал ещё тогда, когда война против Наполеона где-то велась в Европе. Вот в тех наполеонских войнах, с которых начиналась война и мир, Роман. Он там придумал. А что значит партизан? Это, значит, группа, такой отряд летучий, лёгкая кавалерия, то есть гусары, например, уланы, может быть, это казаки. Они в тылу перерезают коммуникации, нарушают связь, нападают на обозы. Вот такие вот действия на курьеров. Он не даёт покоя. Ну, фактически занимается вот такой вот деятельностью. Диверсионной. Он так называл партизанами. Вот. Те же самые отряды в большом количестве были организованы во время Отечественной войны 19-го года. Самый популярный был это Денис Давыдов. Он ещё и поэт, он ещё и такая шикарная личность. Вот. И он самый прославленный. И, в общем-то говоря, крестьянство, ну, оно имеется в виду русское крестьянство. То есть там, где, после Смоленска, туда. Оно примыкало, примыкало к этому деятельности. И тут надо поговорить об одной важной ошибке, допущенной Наполеоном. Ну, значит, потом вот эти ошибки Гитлер изучал, и почти все их учёл. Ну, вот одна ошибка с евреями поссорилась. Этого Гитлер явно не учёл. Вот. Он, значит, поссорился с крестьянами. Следующим фактом крестьяне, в общем-то, ожидали, что всё-таки их отпустят на волю. От Наполеона ожидали, откровенно ему сочувствовали. Были случаи, где-то они вместе с французами ходили в атаку. Это было, 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 было. Это не вот тебе что-то прям такое сплошь, не рядом. Нет, это было. И, соответственно, Наполеон этого не сделал. Этого же и Гитлер не сделал. Он не распустил колхозы. По плану Барбаросса колхозы предполагалось, вот, значит, сохранить с тем, чтобы, значит, вообще всю структуру советского управления сохранять, заменить только верхушку. Ну, на уровне, так сказать, наркомов. Всё остальное, ну, коммунистов, евреев убрать, а всё остальное так оставить. Вот такая была концепция у Гитлера. Это план Барбаросса, читайте, вот, опубликованы эти вот элементы, материалы, которые называются материалами Нюрнбергского процесса. Там вот как раз об экономическом использовании захваченных территорий. Вот об этом там идёт речь. Вот, ну, что касается Наполеона нашего замечательного, он ещё жестокую ошибку совершил. Дело в том, что это столкновение менталитета. Он пришёл в страну, где население было верующим. Да, мы русские диковатые, мы обрядоверцы, мы большинство, значит, народа не знали старославянского языка, а на русском языке Библии и Евангелия появились только уже после крестьянской реформы. То есть, понимаете, да? Не знали, ну, знаете, как перекреститься, вот, церковь, вот такие вот обычаи, порядки. А там были в основном атеисты. Причём, значит, как, вот рассказывает священник католический, который был в Москве. Ну, в Москве тоже был католический, значит, храм, католический приход. Вот, и, соответственно, значит, когда русские войска из Москвы ушли, он там оставался. Ну, единичные, значит, офицеры из этого войска приходили к нему, значит, в католический храм. Там единичные, то есть никакой такой массовости, хотя вот французы в значительной степени были, значит, католиками, поляки, католики. А там ведь армия была не одни французы. Мы говорим, французы, французы, Наполеон. Французы там мало потеряли в этом походе. В основном, как сказал однажды Наполеон Миттернихо, уже потом, после этого, всякие немцы. Он так специально Миттернихо сказал, Миттерних-то немец, всякие немцы. Вот, он умел так вернуть, значит, шпильку Наполеону, чтобы собеседнику стало неприятно. Вот я вам ещё про одну шпильку Наполеона расскажу. Это вот когда был Тильзийский переговор, Тильзийский мир заключали. Ну, значит, Александр обсуждал с ним, значит, нехорошие поступки Наполеона, в частности, захват герцога Ингиенского и его расстрел. А герцог Ингиенский, значит, был вне Франции, туда они вторглись, захватили и ушли. Значит, французские жандармы на австрийскую территорию заехали, захватили. Ну, нельзя, это нарушение, закон, ну, вообще, как так может быть? Ну, вы представляете, Ваше Величество, вот если вы знали, где находится убийца вашего отца, вы что, стали бы ждать, терпеть? А убийца сидит рядом, это министр, военный министр, это Бениксен, да, это главный организатор убийства отца Александра Первого. Кошмар, да, умел вернуть. Это ничего не скажешь, как вот он, Александр, по одной дощечке ходил. Тоже, мы имеем это в виду, он таким вот не был самостоятельным правителем, каким был, скажем, Наполеон, его оппонент. Вот. И, да, ну, что там, значит, про захват-то я вам не рассказал ещё, да. А, ну, да, и вот, значит, когда сменили, сменили уже Барклая на Кутузова, и тут вот, ну, все ждали от него каких-то действий. И он решил дать генеральное сражение, чего делать было нельзя. И вообще, в принципе, это вот азбука той войны, это, значит, нельзя было давать Бородинское сражение, потому что Наполеон искал, значит, генеральное сражение, чтобы, значит, противника разбить. Разбить. И он разбил его. Не Кутузов его готовил, его готовил полковник Толь из прибалтийских немцев, ну, вот типичный немец, да. Его, причём, значит, он, значит, сначала, по-моему, у Царёва займище где-то там хотели дать бой, потом, кажется, да. А потом вот эту вторую позицию выбрали. Позиция, казалось бы, удачной, но де-факто это была очень неудобная позиция, потому что сразу Наполеон её смял. Он занял редукт на вот нашем левом фланге, который называл Шевардинский редукт, и тем самым сломал позицию. Тут надо было бы уйти, оставить, бесполезно, тут нельзя готовиться. Они импровизировали некую оборону по реке Кулача, там овраг был как раз, и перед этой рекой сделали багратионов флешек, которые были очень слабым препятствием, их уже утром взяли французы. А в нашей истории все говорили, после обеда, после обеда взяли, потому что в реляции, в итогах битвы, значит, писал, значит, Толь написал, а Путузов подписал, что враг отражён по всем пунктам, и то, что вот в охоте делали битвы, это после обеда пали они, а на самом деле они пали утром. Это, в общем-то говоря, факт такой известный, но тем не менее история это постоянно удерживала, замалчивала, по крайней мере сто лет замалчивала, потому что на живописной панораме Бородинского сражения, там как раз вот этот момент, когда багратионов флешек пали, и француз начинает атаку, атака Фриана называется она, да, вот, начинает свою, Фриан начинает свою атаку, вот, этот момент, а это уже, так сказать, вторая половина дня, уже солнце к закату начинает так вот немножко идти, совсем такое освещение, ну, где-то картина, написано, так сказать, мастерски, Рубо писал, писал он в Мюнхене. Да. Вот, вот такая вот история печальная была, да, то есть это вот сто лет это вранье жило, и всё нормально, никого оно не волновало, это вот официальная была позиция. Ну, потом всегда, когда туристы туда приходили, а это же место, куда водили французских туристов, естественно, Бородинская панорама, ну, они всегда на эту тему толковали, насколько я понял, там отменили экскурсоводов, сделали просто вот, ну, нужно вам французский текст, сейчас включим вам французский текст слушать, чтобы вопросов, такие нелепые вопросы не задавали, ну, что оправдываться-то, потому что вот это вот там большое-большое вранье такое нарисовано к столетию Бородина, а к 150-летию его восстановили и опять, значит, на Кутузовском проспекте поставили. Кстати, она к 80-му году была реставрирована, потому что накануне, 80-й год, Олимпиада, опять туристы, там был пожар, вот, ну, это его быстро восстановили, художники студии Грекова. Там остался как раз тот фрагмент, где вот как раз дивизия Фриана выкатывает свои пушки, чтобы стрелять прямой наводкой по нашим. Естественно, потери у нас были очень большие, армия сильно пострадала, и она уже не могла, скажем так, защитить Москву. Если бы это сражение не давать, в котором, значит, обе... Как это? Ну, Наполеон так сказал, что французы показали, что они достойны его выиграть, а русские, что достойны не проиграть. Ну, такие слова в духе начала 19-го века, красивые слова, не более того, выиграл Наполеон. Занял поле. Кто выиграл? Наполеон выиграл. Москву занял. Ну, чего вы говорите? И никто не называет там Бородинское. Москва, московское сражение. Одна из побед – Москва. Вот он его занял. Ну, так или иначе, Москва пала, когда она была уже занята Наполеоном, это вот местные крестьяне предпочли не торговать ездить в Москву, хотя Наполеон их старательно всячески пытался привлечь. А, может, ездили пограбить. Говорят, пустой город, давай пограбим, давай пограбим, давай пограбим. И после этого огромное количество тех, кто там был, значит, иностранцы в Москве оставались, им пришлось с французами уходить, потому что они понимали, только французы идут, эти крестьяне их перебьют и всё у них остальное отнимут. И вот эта вот огромная толпа вот как раз вместе с армией уходила. Пришлось ей уходить по старой Смоленской дороге, которая уже была дважды разграблена. Сначала и Барклай сжигал, потом Наполеон грабил, потом на обратном пути ещё раз пытались пограбить. Ну, вот это вот кончилось всё. В конце концов, значит, гибелью вот всей этой армии. Ну, правда, французы меньше всего потеряли, в основном это вот все эти союзники погибли, всякие немцы, всякие поляки, как так Наполеон про них говорил. Вот это была их ошибка. Вот не надо было ему, да. А он очень, да, они были все очень атеисты, и они пренебрегали религией. Ну, церковь, ну, двинный склад, тут конюшня, а Наполеон тут в храм въезжает на коне. Ну, я не знаю, правда это или легенда, но это ужасно было всё, да. Понятное дело, в храме говорят, антихрист, антихрист. В чём какие разговоры? Это противник веры. То есть этого нельзя было делать, и, в принципе говоря, это как раз яркий пример того, как не надо делать, и, соответственно, и в Афганистане наши войска старались не оскорблять чувства верующих, и вот китайцы, когда занимали Тибет, старались не оскорблять чувства буддистов, тамошних верующих, монахов. Всё так вот, всё это очень, очень всё это аккуратно себя вести. Большая работа была с личным составом проведена и в Китае, и у нас, естественно, на эту тему. Вот как-то так вот вышло. Вот, ну, так я что хочу вам сказать-то? Значит, вот такая моя, на эту тему позиция по эту войну, то есть, как видите, она в чём-то тут перекликается с тем, что в пересказе Россова, я знаю, Панасенкова только, да, его критика, что-то с ним немножко перекликается, да, что-то перекликается. Хотел ли нападать на Наполеона, на Европу Александр? Ну, я думаю, что в ту пору у России не было достаточных сил. Другое дело, что был другой немножко политический ход, что Наполеон-то ведь сохранил своё воздействие, и понятно было, что он второй раз на Россию нападать уже не будет. И предполагалось, мыслилось, что Россия получает свободу рук на Востоке против Турции, и она может захватить Константинополь. Но вот этот исторический шанс, о котором царское правительство мечтало, Константинополь, он не был использован, продолжали, ну, понятно, английская партия при дворе. Александр, а рядом с ним сидит Бенихсен, убийца его отца. Отца, отец был убит тогда, когда он пытался с Наполеоном вместе устроить поход на, понимаешь, Индию. На английскую, на британскую Индию. Ну, и что вы хотите? Что вы хотите? Ну, его бы убили бы. Александр понимал. У него ещё есть два брата. Есть кому его заменить. Мало будет. Ещё кого-нибудь придумают. Ну, что-то. Всякие родственники есть, великие князья. Кто-нибудь да поймёт сигнал. Ну, ему достаточно было убийства у отца. Да, вот как-то так вот, в таком ключе. Так, что-то ещё я хотел на эту тему сказать. Ну, без всякого сомнения, это вот наша была тогда, так или иначе, большая победа. Хотя, по сути дела, все крупные бои, столкновения Наполеон выиграл. Ну, как сказать, Москву занял-занял, но оставил. Как это называлось-то? Малый Ярославец. Он его всё-таки взял. Но не стал продвигаться вперёд, потому что опять ещё, ещё, ещё бои. Он, значит, ушёл на другую дорогу. Малый Ярославец всё наставил. Да. Потом тоже, можно сказать, вот эта переправа через Березину. Но это тоже его победа, потому что, ну, в принципе говоря, он не должен был пройти Березину. Его должны в этом месте были разбить. А он сумел обмануть и увезти значительную часть своей армии. Ну, вот это что было, то было, да. Наполеон, конечно, военный гений был. Как ни крути, военный гений. Бородино-то он чисто выиграл. Ну, уж как, опять же, как ни крути. Ну, вот такая вот история печальная. Понимаете, в чём дело? Вы знаете, вот и в Великую Отечественную войну, и в эту войну противники наши наступали быстрее, чем они наступали в Европе. Значительно быстрее. Но у нас просторы не те. Он что, наступал бы до Чукотки? Наполеон бы. До Чукотки наступал бы? Нет, конечно. А тут, в принципе, даже Гитлер не думал доходить до Урала. Он думал вообще дойти до Поволжья и оттуда, значит, бомбить Урал. Но Урал даже не собирался. И вообще вот тут где-то будет его граница его владения, а дальше будут дикие какие-то просторы, где будут дикие русские там где-то такие. Вот. Ну, чтобы они были дикие русские, чтобы с ними можно было постоянно в тонусе держаться. Ну, по крайней мере, так он говорил на своих застольных беседах. У него был такой жанр застольной беседы Гитлера. Ну, он там лепил, что попало. Понятное дело, он был не пьющий, но, как и я, кстати говоря, вот удивительно, да? Что между нами с ним общего, да? Ну, вот, усы разные. А вот не пьём оба, да? Он собак любил, а я кошек. Ну, хоть тут отличаюсь. Ну, ладно, вот, не забудьте меня поддержать при возможности. А так я вам очень всегда благодарен за поддержку. Вот. Я-то философствую-то философствую, но вот философствую я потому, что вот так вот... Ну, как знаете, вот этот вот скрипач на улице играет, а перед ним вот у футляра открытый. Бросайте копеечку. А у меня внизу есть номер Сбербанской карточки, может туда свою копеечку прислать. Номер счёта в Сбербанке. PayPal это для иностранцев. Есть ссылочка, по ней можно пройти в Donation Allerts, а по другой ссылочке можно пройти и стать спонсором моего канала. Вот такие вот дела, ангелы мои необыкновенные. Живу я на ваше подаяние, вот. Что знаю, иногда вам рассказываю. Так что уж не обижайтесь на меня, что я вас попрошайничаю. Да вы, наверное, не досмотрели до этого места. Но пока. Деньги-то я ваших всё-таки жду. Продолжение следует... Продолжение следует...